Сегодня сотрудники государственной страховой компании вручили сертификат на 42 850 сомов Надежде Сержанове, которая проживает в Паламудунском районе. 7 марта текущего года утром начался пожар и гостиная комната Надежды полностью сгорела. К счастью, в пожаре никто не пострадал. По словам Надежды Николаевны, в этот день она с утра решила сходить за продуктами на базар. Через некоторое время ей позвонили и сообщили о том, что их дом горит, ну а соседи успели вызвать вовремя пожарную службу. До этого случая Надежда Сержанова не верила в соцстрахование. Когда она начала собирать документы, соседи не раз переубеждали ее. Ну а сегодня она, выразив свое доверие и благодарность государственной страховой компании, вспомнила со слезами на глазах и рассказала о случившемся. Зрелище было ужасное. Воспоминать тяжело, конечно. Но я все равно благодарна страховой компании. А и лег мы то, что они действительно сказали, страхуйте, страшного ничего нет. Сегодня вот вручили сертификат на сумму 42 857 суммов 14-й инов. Ну это как они посчитали ущерб. Страховать свою квартиру или дом необходимо ежегодно. Стоимость страхового полиса для жителей сельской местности составляет 600 суммов. При этом ответственность страховой организации до 500 тысяч. А для горожан ежегодно 1200 суммов. Ответственность страховой организации до 1 миллиона. Отметим, контракт со страховой компанией заключается каждый год. Если за этот период произошел страховой случай и по нему выплачена максимальная сумма, то контракт заключается заново. С каждым годом число застрахованных домов становится все больше. Государственная страховая компания, когда только начала работать, это в 2016 году мы более 10 тысяч жилищных домов застраховали. А в 2017 году 65 тысяч. А в 2018 году возросло до 85 тысяч. В общем, 163 тысяч жилищных домов застраховались. Хочу отметить, что страховой полис дается на один год. Последние три года работает закон об обязательном страховании жилых домов. В связи с этим до этого те суда, которые давали помощь от государства, приостановлены, сообщила начальник пресс-службы МЧС Эльмира Шерипова. Помощь от государства в виде суда, в виде беспроцентного кредита в размере 200 тысяч сомов, а также безвозрастные, допустим, 50 тысяч сомов, на данный момент они сейчас это приостановлено, в связи с тем, что работает закон об обязательном страховании. То есть любой наш гражданин, который, конечно же, думает о своей безопасности, есть необходимость именно страховать свой жилой дом от различных стихийных бедствий, также от пожара. Чтобы застраховать жилой дом, предоставляются льготы по шести категориям. Это участники Великой Отечественной войны, участники Ленинградской блокады и люди с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидам второй категории предоставляется стопроцентная льгота на страхование. А также инвалиды третьей категории освобождены от уплаты страхового полиса на 50%.